В эфире телеканала 24КЗ заступила дневная смена. Я Каижан Смогулов. Здравствуйте. Подземные толчки в Алматы сегодня тема номер один и на телевидении и в интернете. Давайте. Буквально с минуты на минуту или даже с секунды на секунду может начаться прямой эфир брифинга Департамента по чрезвычайным ситуациям в Алматы. Поэтому прервать нас могут в любой момент. В любом случае, говорить сегодня будем именно о землетрясении, поскольку, на мой взгляд, два таких землетрясения с разницей всего лишь около месяца. Это, по-моему, очень действительно серьезно. Тем более, что сегодня тряхнуло Алмату очень сильно. 5 баллов. Вот что зафиксировали камеры в Южной столице. В НИИ кардиологии хирурги продолжают оперировать. Несмотря на то, что произошло землетрясение и то, что сейчас могут быть авторшоки. Итак, какие уроки мы извлекли из прошлого землетрясения и как сдали, по сути, второй экзамен этой стихии. Давайте обсудим. Во всяком случае, начнем. Может быть, что-то успеем до начала брифинга обсудить. Потом продолжим, когда он закончится. Итак, мой гость сегодня в студии. Это депутат Можелеза Парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Кроме того, посредством видеосвязи мы можем говорить с жителями Алматы. Это директор Союза строителей Казахстана по городу Алматы Тимур Нуртаев, координатор по ЧС Красного полумесяца Казахстана Руслан Хрущев, архитектор, член Союза Архитектора Республики Казахстан Айден Ахбай, а также, надеюсь, к нам присоединиться чуть позже депутат Сената Парламента Республики Казахстан Галецкар Сарбаев. С удовольствием вас всех приветствую, господа. Что ж, господин Пономарев, насколько я помню, в прошлый раз, когда произошло землетрясение, после него вы публично в эфире одного из телеканалов говорили о том, что система оповещения, на которую мы потратили больше миллиарда бюджетных денег, мягко говоря, проявила себя не лучшим образом. В этот раз, как вы думаете, насколько сработали службы предупреждения, оповещения и так далее? Абсолютно верно. Я тогда сказал о том, что почему нас оповещают Билл Гейтс и Илон Маск, а не наши отечественные операторы, потому что мы получили оповещение по андроидам, но нас встряхнуло и в прямом, и в переносном смысле слова. Вот пока президент не дал накачку, этого не было. Миллиард сто миллионов потрачены впустую. Сейчас уголовное дело по этому поводу. Пока в должной мере еще оповещений не было. То есть мы знаем, что теоретически и практически возможно оповестить за одну минуту людей. У нас такого оповещения до конца не было. Но, тем не менее, я считаю, что в этот раз службы МЧС работали очень неплохо. Работает штаб. Да, действительно было звуковое сопровождение. Не все его слышали, правда. Но, тем не менее, 384 пункта сбора людей при землетрясениях развернуто. Это школы, это садики, это больницы, это пять стадионов в Алматы. Достаточно зайти в Тугис и набрать место сбора при землетрясении. И ты увидишь эти места. Не было паники. И люди, конечно, выскочили. Трясло гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Потому что эпицентр в 32 километрах от Алматы. Кстати, он находится возле озера Бауа, Большого Матинского озера. Да, то есть даже теоретически оно могло выплеснуться, если бы рухнула плотина. А селит в страшную вещь. То есть еще и такая опасность была. Не так далеко от эпицентра, от этого места. Поэтому самые разные беды могли быть и катаклизмы. Но вы знаете, алматинцы уже как-то поддерживают друг друга. Ну, во-первых, они готовы были. Вот точно у нас вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И выносили там кошек, собак наши блогеры популярные снимают. Шутили. Вышли все, конечно, на улицы. Но четко, я знаю совершенно, Акимат великолепно работает. Заместитель Акима Алишер Абдекадыров выступил. Выступил директор института сейсмологии. Впервые такого давным-давно не было. Сказал, что были толчки, будут авторшоки, которые будут слабее. Таким образом он успокоил людей, что очень важно. Проверены уже энергосистемы, проверены коммунальные службы, проверено метро. Тоннели метро сейчас обследуются на предмет трещин. Пока их нет, там на три часа метро закрыто. Это Алма-Аты-СУ, то есть все коммунальные службы проверяются. Создана большая комиссия, которая сейчас смотрит на предмет трещин, на предмет качества строительства. Но вопросы есть, конечно, и вопросов много. Но президент не зря произвел перестановку, заменил министра по ЧАЭС. Не зря приезжал в Алма-Аты. То есть механизм сейчас работает близко к безупречному варианту, я считаю. Ну, тем не менее, когда речь идет о безопасности, мне кажется, что результат должен быть не то, что близко к лучшему, а просто лучший. Потому что все-таки речь идет о жизнях людей. Но необходимо помнить, что и задача спасения человека, это не только задача властей, но и самого, собственно, гражданина. На ваш взгляд, насколько, в данном случае я буду говорить мы, но скорее я все-таки имею в виду жители Алматы, поскольку именно это у нас сейсмоопасная зона, не только, но в первую очередь, готовы к подобным ситуациям. Потому что коренные алматинцы, они уже как-то, у них в крови, мне кажется, быть готовыми, держать вот этот тревожный чемоданчик, иметь всегда копии документов и так далее. Но в Алмате много приезжих, тех, кто никогда в жизни не ощущал каких-то землетрясений. Вот, например, в опросе, блиц-опросе, который наши корреспонденты провели, среди молодежи, вот сегодня, буквально сразу же после толчков, там девочки признавались, что многих от страха просто трясло. Давайте посмотрим, послушаем, потому что это важное свидетельство. Давайте, давайте, давайте. Это очень нужно для всех. Мои ноги онемели. Конечно, мне было страшно. Я боялась за своих двух дочерей. Мы сразу взяли сестер и вышли. Были легкие толчки, как будто вот в спортзале находятся, мячи кидают или прыгают. Потом, конечно, уже сильнее началось. И немного так паника, мандараж небольшой. Начались внезапные толчки. Нам стало безумно страшно. Нас быстро, организованно всех эвакуировали на улицу. Спасибо администрации, что нас всех успокоили. Кому надо, дали успокоительные таблетки, потому что трясло безумно. Мои коллеги, что как раз таки начался, собственно, брифинг в Алматы местной службы по ЧАЭС. Давайте послушаем. Уважаемые жители города Алматы, в 11 часов 22 минуты 4 марта 2024 года сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 31 километре на юге от города Алматы на границе Казахстана и Киргизстана. В городе Алматы ощутимость землетрясения составила 5 баллов. В ту же минуту была задействована сиренная речевая установка, запущена с одновременной речью о действиях населения во время землетрясения и звукового сопровождения. Внимание 7. Значит, осуществлен перехват 672 теле- и 24 радиоканалов и запущена локальная система оповещения на объекты с массовым пребыванием людей. Значит, на 530 объектах образования, торговых центрах и так далее. Незамедлительно организована во главе с Акимом города работа оперативного штаба и горячей линии, на которую поступило... На линию 112 поступило 1316 звонков, на горячую линию 117 звонков. Силы и средства службы гражданской защиты были приведены в повышенную готовность. Для повышенную готовность на данный момент осуществляется мониторинг состояния зданий и сооружений, государственных органов, объектов жизнеобеспечения. Значит, в нарушении, то есть сообщение на линии 112 о наличии разрушения не поступало. Все объекты жизнеобеспечения и опасные производственные объекты работают в штатном режиме. В принципе, у меня все, но по информации Управления общественного здравоохранения, к ним обратился один пострадавший, закрытый перелом обеих лодыжек. Обстоятельства в данный момент выясняются. Значит, на данный момент обстановка города Алматы стабильная, оперативный штаб функционирует, руководство города и служба гражданской защиты все находятся на местах. У меня все. Таким образом, основной доклад прозвучал, как я уже сказал до, собственно, начала брифинга. Люди реагировали по-разному. И вот в этом смысле давайте попробуем задать вопрос координатору по ЧС Красного полумеца Казахстана Руслану Хрущеву. Господин Хрущев, надеюсь, вы меня видите, слышите. Есть у нас? Да, я вас тоже слышу, пока не вижу, но, надеюсь, сейчас увижу. Возможно, просто идет переключение оборудования. Да, вот как раз таки. Итак, на ваш взгляд, как, скажем так, алматинцы и гости города отреагировали на чрезвычайную ситуацию и как это должно быть в идеале? Ну, знаете, хотелось бы сказать, что мы занимаемся подготовкой населения к действиям при землетрясении. У нас есть некоторые программы, где мы обучаем школы. Но, честно сказать, население не знает, как себя вести, как это вот в первый раз при землетрясении, которое в январе было, да, видно было по видеороликам, где люди бегут по лестницам, что ни в коем случае недопустимо, к сожалению. Мы со своей стороны пытаемся, конечно, научить население. Но есть свои моменты, там, нехватка финансирования и тому подобное. Но как можем, пытаемся все-таки научить. Совместно с департаментом по ЧАЭС всегда проводим сейсмо-тренировки. Вот. И рассказываем людям, как надо действовать. Ну вот, как уже, собственно, господин Пономарев упомянул пословицу о том, что там жареный петух или пока гром не грянет, да? Пока гром не грянет, мужик не перегрестится. Точно. Такая есть мудрость. Я думаю, что в эти дни и алматинцы, и жители вообще всех регионов будут, скажем так, с интересом и изучать, и слушать про правила как раз-таки правильного поведения во время подобных ситуаций. Поэтому, господин Хрущев, даже рискуя в какой-то степени повториться с вашими какими-то инструкциями, методичками, брошюрами и так далее, могли бы вкратце напомнить нам и нашим зрителям те самые правила поведения, которые могут сохранить жизнь человеку в такой ситуации? Да, конечно. Ну, самое первое. Если эвакуация занимает больше 10 секунд, то ни в коем случае не эвакуируйтесь. Скажу вам честно, даже по себе, для принятия решения, эвакуироваться со здания или нет, это занимает еще от 3 до 5 секунд для человека. То есть остается 5 секунд у вас, да, можно эвакуироваться или нет. Если вы находитесь выше первого этажа, то ни в коем случае не эвакуируемся, во время толчков находимся там, где мы есть, становимся под ригеля, под столы, если они крепкие, залазим, находим треугольники жизни, но самое главное это присядь, прикройся, пережди. После уже, когда закончились толчки, пожалуйста, отключите газ, электричество, водопровод и аккуратно эвакуируемся. Если нет повреждений на зданиях, если мы видим трещины какие-то или видно, что может лестница упасть, то, конечно, мы остаемся на месте и ждем помощи. Ну что ж, очень такие вроде бы казалось несложные правила, но тем не менее, Господин Пономарев, на ваш взгляд, а все-таки почему люди о них зачастую забывают? Я просто почему говорю, что забывают? Ну, во-первых, Господин Хрущев констатировал, что многие из нас не готовы к таким ситуациям. Во-вторых, я своими глазами видел кадры, как люди бегут по лестницам в подъездах вниз, там, чуть ли не толкая друг друга, там, я не знаю, и так далее. Возможно, это было в этот раз, возможно, там, месяц назад, но факт остается фактом. Почему? Вы знаете, не было бы счастья, но несчастье помогло. Сегодняшнее сильное землетрясение было великолепным практическим занятием для многих. И многие не просто задумались, сегодня многие испытали его, посмотрели. Вот только сейчас руководитель ДЧС Алматы сказал, что он сказал, что поступил больной, травмированный, с переломом щиколоток. Щиколотки, это перелом, явно человек прыгнул со второго этажа, может быть, с третьего. То есть паника была, потому что было очень сильное движение. Вы правильно сказали, алматинцы коренные привыкли к этому. Вот я родился в этом городе, поэтому мы знаем это, что называется, с молоком матери. Потому что были сейсмоучения в 80-е годы, в 70-е годы. Но те люди, которые приехали из несейсмичных зон, для них это просто кошмар какой-то пережить подобное. А мои родственники, ну, посмотрели там, ночью легли спать спокойно, а для других это была истерика. Поэтому вот то, что говорит Хрущев сейчас, это неоценимая информация именно для новичков. И Красный Крест огромное дело делает. Но вместе с тем и МЧС, вот сейчас они молодцы. Но мы должны понимать, что никаких сил МЧС не хватит, если землетрясение будет по-настоящему разрушительным. Безусловно. Кстати, давайте напомним людям, что такое тревожный чемоданчик. Потому что вот это словосочетание, оно, когда происходят у нас подобные, да, так сказать, события, оно постоянно звучит. Но не всегда расшифровываем мы журналисты для широкой публики, что туда, собственно, входит. У меня такое ощущение, что среднестатистический казахстанец представляет себе как раз-таки реальный чемодан, в котором что-то условное должно быть. Нет, я вам скажу совершенно конкретно. Это небольшой рюкзачок, которым должен быть литр воды, желательно сухари или галеты, пару банок консервов, обязательно нож, обязательно пауэрбанк, обязательно фонарик, обязательно копии документов, обязательно деньги. Ну, желательно там теплое белье, носки, может быть какая-то легкая куртка. Идеально, если будет там каремат или надувная подушка. Ну, то есть что-то такое, в чем вы можете автономно жить сутки или двое, может быть даже трое. Подумайте сами, что должно быть. Шапочка теплая, там, возможно, перчатки. Ну, вы думаете, вы понимаете, что вы будете отрезаны от всего. Вот, именно это и должно быть. Нож обязательно, как я сказал. Там ложка, миска, может быть там мыло и полотенце. Ну, то есть это небольшой такой рюкзачок, который всегда должен стоять у входа или недалеко от кровати. И такое бывает после землетрясения. А потом его потихоньку подальше, дальше, дальше, дальше уносят, через полгода расформировывают и забывают. Да, да, так обычно бывает. Но вот это землетрясение, это такой звоночек. И люди сегодня услышали, потренировались, поняли, запомнили. И я надеюсь, не будут уж во всяком случае в лифтах спускаться, как это было в январе. Это вообще безумие, это самоубийство. Все равно, что выпрыгивать в окно. Кстати, есть ли у нас на связи депутат Сената Парламента Республики Казахстан Галиас Хар Сарабаев? Господин Сарабаев, мне мои коллеги подсказали до начала эфира, договариваясь с вами, что вы как раз таки тоже хотели сказать несколько слов о подготовке людей к подобным чрезвычайным ситуациям. Да, конечно. Во-первых, мы все прекрасно понимаем, что город Алматы является с сейсмоопасной зоной и премия привлекающей регионы. Вы сами знаете, это Алматинская область, которая в город заезжает несколько тысяч людей работать в город Алматы. И это тоже мы должны понимать. Поэтому взаимодействие акиматов областей, уполномоченных органов города Алматы, они должны быть обеспечены полностью. И в этом направлении тоже органы ИЧС должны работать. Здесь необходима общенациональная система раннего предупреждения, которая бы анализировать и прогнозировать землетрясение. Заранее мы должны это смотреть и научный подход должен быть здесь. И в то же время мы каждый раз должны проводить тренировки. Наши люди пока не готовы к этим тренировкам. Даже они не знают, что такое тревожный чемоданчик, что там должно быть. Во-первых, там должно быть самое главное удостоверение личности, документы. И второе, это аптечка, которая необходима в каждом шагу. И поэтому и в то же время акиматы должны на сегодняшний день постоянно контролировать содержание зданий, надлежащие состояния. Соблюдать строительные нормы, правила при строительстве. Строительство соответствующих зонам и сейсмической безопасности. Они должны строить, смотреть. У них должно быть, согласно плану, должны смотреть. Потому что мы знаем, что в городе Алматы есть 27 разломов. И там строится много сооружений и объектов. И институт сейсмологии. Мы должны сейчас полностью заниматься оснащением института сейсмологии. Не только в городе Алматы и в других сейсмоопасных зонах в Казахстане. В этом направлении мы должны работать. Конечно, сейчас, когда первый раз прошел в 7 январе месяце землетрясение, люди, действительно, очень большая паника была. А в этот раз, не так уж большая, но все-таки люди пока не готовы. Мы должны взять периодовые опыты Японии, которые всегда там бывают землетрясения. И в этом направлении должны оснащать все наши службы, должны реагировать. Не только служба ЧАЭС, а должны реагировать все местные исполнительные органы. Даже люди сами должны ввести ответственность в этих случаях. Поэтому, я думаю, тренировки нужны проводить постоянно. Безусловно. И очень хорошо, что вы, господин сенатор, упомянули не только Алматы, но и разные регионы. Дело в том, что последствия, авторшоки, так называемые, чувствовали действительно в разных областях, не только в Южной столице. Об этом мои коллеги подготовили небольшой материал. Давайте взглянем. Речь идет не только о нашей стране. Землетрясение зарегистрировали в области ЖТСУ. Ощутимость, по данным сейсмологов, в Татакургане составила 3 балла. Служба чрезвычайных ситуаций региона оповестила все местные исполнительные органы. КАС селезащиту, департамент полиции, а также другие ведомства и организации. Сообщения о жертвах и разрушениях нет, отметили при службе ДЧС области. Сведения по ощутимости в городе Татакурган – 3 балла. В настоящее время уточнена обстановка во всем районам области. Сведений о разрушениях жертв пострадавших не имеется. Всех граждан просим соблюдать спокойствие. Срочную эвакуацию воспитанников детских садов и школьников провели после землетрясения в Алматинской области. Многие родители из-за опасения повторных подземных толчков забрали своих детей. Землетрясения также ощутили на территории Алматинской области и в городе Конаеве. Руководители профильных учреждений заверяют, сейчас ситуация стабильная и образовательные учреждения работают в штабном режиме. Почувствовали дома землетрясения. Группу написали, что детей выводят, что ожидаются повторные толчки. Но я так думаю, кто из родителей может забрать. Пришли, забрали детей. Я, например, забрала своего ребенка, потому что страшно. Землетрясение также ощутили жители Бишкека. По данным Института сейсмологии соседней республики, его очаг располагается на территории Кыргызстана, в 35 километрах от Чулпон-Аты и 190 километрах к северу от Бишкека. В столице республики Караколе и на руднике Кумтор интенсивность землетрясения составила 3,5. В Чулпон-Ате ощутили подземные толчки магнитудой 4. В Кыргызстане, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Что ж, еще хочу отметить, что господин Сарыбаев в том числе сейчас упомянул в своем комментарии качество строительства. И вот об этом я хотел бы поговорить с еще моими двумя гостями, господином Ахбаем и господином Нуртаевым. Итак, господин Ахбай, на ваш взгляд, когда речь идет о строительстве в Алматы, то есть я понимаю, что, может быть, вопрос ставлю сейчас не совсем корректно, нельзя огульно говорить обо всех зданиях и так далее и тому подобное, но если мы говорим о неких тенденциях в последние годы, о тенденциях в сфере строительства, что можно сказать о безопасности и о том, насколько при строительстве многоквартирных, многоэтажных зданий учитываются, ну вот как раз таки, вот эти подходы к сейсмоустойчивости зданий? Добрый день. На самом деле нормативы у нас достаточные, все предусматривается, эта сейсмостойкость, безопасность, все это учитывается. Я больше беспокоюсь на период эксплуатации, то что у нас сейчас все почему-то акцентируют только строительство, и в этом случае я считаю, что строительство у нас более-менее в порядке, но жизненный цикл зданий не завершается у нас в строительстве, он еще идет десятилетие, столетие, после этого эксплуатация у нас, к сожалению, очень плохая. Здание доводится до ветхого состояния, проблема перепланировок бесконтрольных, которые там неизвестно, что кто сделал, и тут уже и старые здания, и даже новые здания, они вот везде, где были перепланировки, уже риски гораздо выше и повышаются. Я больше на эксплуатацию хотел бы обратить внимание. Я понимаю, да, но просто вот хочу привести маленький пример. Когда-то давным-давно я жил в Алматы и, ну, скажем так, владел квартирой в домах, которые были, ну, во всяком случае, мне так сказал об этом человек, который мне продал эту квартиру, в домах, которые были построены самим институтом сейсмологии для своих сотрудников. Так вот, эти дома были двухэтажные, всего лишь по два этажа максимум в них было. И толщина стен там была, ну, чтобы не ошибиться, по-моему, где-то там сантиметров 75, что ли, как минимум. Ну, мне так казалось, во всяком случае. То есть я так тогда сделал для себя вывод, что когда речь идет о безопасности, эти люди знают, как сделать максимально безопасный дом. Там, извините, не дом, там бомбоубежище, по сути, такое было, не сломаешь. Но другие дома, я вот не уверен, что эти человейники, так называемые, сделаны так же, с такими же подходами. Там есть разные конструктивные схемы для малоэтажного, для среднеэтажного, для высокоэтажного. И все они учтены в наших нормативах. А для новоконструктивных схем там уже даже есть требования, чтобы проводили испытания. И они проводятся, когда новая схема принимается. Так что в этом я заверю, что у нас в достаточной мере нормативная база, она подгректирована, институт есть исследовательский соответствующий. Там с этим все в порядке. Вот эксплуатацию я уже озвучил, а еще есть у нас... Другая проблема. На начальной стадии, на проектировании, у нас, к сожалению, в государстве практикуется, на системном уровне практикуется это снижение сроков проектирования и снижение бюджета на проектирование. Если вот уже про мировые стандарты упоминалось, не только там по эвакуации, конструкции, но и мировым стандартам относятся тоже и бюджетирование. Например, в Японии до 15% стоимость бюджета составляет, а у нас 1-3% максимум. Естественно, это нешепостроимые суммы, и этот должный уровень проектирования мы не можем соблюдать. Понимаю, понимаю. Хорошо, хотелось бы, чтобы на эту же тему высказался ваш коллега по строительной сфере, директор Союза строителей Казахстана по городу Алматы, Тимур Нуртаев. Итак, господин Нуртаев, что можете добавить, скажем так, что скажете относительно опасений среднестатистического казахстанца о том, как сейчас строят? Может быть, вам, так сказать, немножко будет обидно слышать такую формулировку, но тем не менее, я вас уверяю, что многие, скажем так, наши зрители поддержат подобный вопрос. Как прокомментировать? Ну, смотрите, любое здание или сооружение, которое строится в сейсмозоне, например, Алматы, 9-10 баллов, оно строится с учетом сейсминга, проектируется с учетом сейсминга и строится с учетом сейсминга. Поэтому, какое там более устойчивое или неустойчивое, я как бы не сказал бы. Те же самые панельные дома, они считаются одними из самых сейсмостойких, потому что там все стены несущие, да, но при условии, что, конечно, как мой коллега предыдущий сказал, Айден, что кто-нибудь там не сделал перепланировку и не снес какую-то несущую конструкцию. Вот, такие риски есть. И здесь нужно над этим, кстати, поработать, государству, Акимату, чтобы это не происходило. Вот, и, то есть, я, честно сказать, не переживаю за то, что здания, которые строят, строились, строятся и будут строиться многоэтажные дома. Потому что, во-первых, там контроль идет со стороны государства и со стороны самих строительных компаний. Это должно быть, не знаю, наверное, самоубийцем, да, и чтобы там... Может быть, может быть, но вы знаете, но вы знаете, господин Нуртаев, мне почему-то вспоминается история, не так давно произошла, в Алматы, в одном из микрорайонов новый дом, он буквально так покосился. Вот по нашему каналу материал об этом тоже был. Я не помню, сейчас... Во время землетрясения покосился? Нет, не во время землетрясения, просто его, так сказать, построили, а он потом... Я знаю, которые случаи, там, честно, на самом деле, при строительстве просто нарушили нормы. Ну, то есть такое бывает, получается? Да, да, да. Такое бывает? Ну, я, честно сказать, я больше бы, наверное, обратил внимание на то, что у нас как строится частный сектор. Ага. Если, условно, там, которые здания, которые многоэтажные, ты обязан запроектировать и пройти экспертизу... Хоть какие-то, да, какой-то контроль. Да, и для того еще контроль будет. А при строительстве частного дома, там просто люди строят на глаз, я это знаю. Я это... То есть никакого проекта, никакой экспертизы. Просто пришли, там, построили, и они уже рассчитывают на то, что это здание будет, как бы, легализовано государством. Вот. А что потом случится, мы не знаем. Я помню... Вот это я слабое звено. Да, согласен. Причем, недавно я вспомнил, что еще и сполз, да, целый дом, точнее, на дом сполз до оползень. Да, господин Пономарев, он составил буквально минуту-две эфира, давайте попробуем. Я хочу добавить, абсолютно прав мой коллега Тимур. Более того, у меня вызывает вот такое прямо опасение очень серьезное, что наш Академический институт сейсмологии абсолютно отстранен от того, чтобы определять, как строить и где строить. Представляете, 90 человек ученых, нет, именно так. И он финансируется, наверное, чуть-чуть больше, чем средний районный плавательный бассейн. Можете себе представить? То есть этот институт выжил не потому, а вопреки он выжил. Как он выжил, удивительно. Но эти ученые есть. Конечно, у нас есть профильный институт строительный, который определяет, но они определяют формально на бумаге. То есть создаются ТОшки, ИПшки, которые под контрольной строительной компанией, которые дают разрешение строительства, не возражают. И в результате получается строительство в сейсмичной зоне, на разломе. И как строится, одному богу известно. Я сам лично после школы не поступил в университет, я работал монтажником. Вот эти руками я строил кинотеатр Байконур, театр Ауэзова. И тогда, когда строили такие объекты, опытные сварщики, варили ригели и колонны, и за каждый шов они расписывались в специальных журналах. Потому что тогда была колоссальная ответственность. Сейчас этого и близко нет. То есть мы даже не знаем, кто как и что сварил. А зданию 10, 15, 20 лет. Представьте немножечко эрозия, коррозия, подвижки. Убрали из карточного домика одну несущую панель. Вот и он может рухнуть в случае сильного землетрясения. Мне кажется, мы действительно заигрались в понятие частной собственности иногда. И свои квартиры, и частные дома, и так далее. Рассматривая только как просто это мое дело, не лезьте ко мне. Просто подвергаем и свою жизнь, и жизнь своих близких, и других людей опасности. Потому что, как правильно сказали эксперты, любое не запланированное и незаконное вмешательство, оно так или иначе ставит под угрозу жизни других людей. Мы мало что сегодня успели обсудить, потому что тема очень большая. Мы поговорили о подготовке людей, о системах оповещения, о вопросах строительства. Но я думаю, что для того, чтобы подробнее разобраться в том, насколько мы готовы к землетрясениям, и Алматы, и другие регионы, нам необходимо говорить об этом чаще, больше и более открыто. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КЗ. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова